Через три дня она была арестована. 16 октября наваженого снова задержали при выходе спецприемника, когда ее встречала подруга. На нее составили протокол по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия, повлекшего помехи транспорту и инфраструктуре. Напомню, акция «Бессрочный протест» была объявлена в России в начале сентября. Ее участники требуют отмены пенсионной реформы и 282-й статьи Уголовного кодекса, а также отставки правительства и президента. Этой ночью в Москве 5-7 градусов тепла, завтра днем 16-18. Переменная облачность, без осадков, утром местами сильный туман. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы. Российская газета «Бессрочный протест» чё даша даша таблица умножения делать шиповальная среды 2105 это действительно невзоровские среды какой-то виталий наумч виталий дымарский александр невзоров и ольга журавлёва из москвы приветствуем приветствуем всех с англиб да а мы в питере мы в питере у нас тут оленька я не знаю как у вас то у нас тут осень и вообще над гильвециями находимся да гильвеции летят гуси и меня всегда поражало насколько диспетчеры их наземных служб работают безукоризненно так что ноги его в принципе еще одна крутая трагическая роль не светит хотя в гриме гуся он был бы наверное прекрасен но это ладно это лирика а вероятно в самое ближайшее время время оленька и дымарский нам предстоит наблюдать как бульдозером будет давиться и закапываться например благодатный огонь а также всяческие мощи и реликвии типа чудотворных поясов с чулками и без чулок кусков сушеных трупов ребер и другой церковной атрибутики от неминуемым образом произойдет если будет предпринята попытка нелегальных провозов артефактов вселенского православия на территорию рпц и рпц с этой минуты берет курс на импортозамещение с благодатным огнем это будет нетрудно потому что зажигалки продаются в принципе в любом киоске а что касается всех остальных реликвий то они как-нибудь наверное что-нибудь изобретут вот по крайней мере с разными чулками и поясами и другими костями это будет конечно посложнее но выкрутятся вообще изгнанная из мира православия православных церквей рпц она очень интересно отреагировала она наложила санкции такие причем по примеру своего старшего брата кремля и куратора кремля да она наложила их преимущественно в собственные штаны отрезав себя от мира и создав огромные магические проблемы для своих клиентов постоянных и ужасно смешно как папы купю пульку копируют своих кремлевских наставников все точь в точь по всем а санкционным сценариям их поставили в угол попов они в ответ всех прокляли надулись заперлись и объявили всех врагами и негодиями я кстати говоря совершенно не удивлюсь и более того предрекаю что рано или поздно скорее всего рано гундяев созовет поповская цикла и покажет им обязательно мультик и в этом мультике знаете будет ракета будет лететь в константинополь нет выяснится что рпц есть огромная секретная кодила разработка которого началась еще в семнадцатом веке и только чтобы руководство рогозина да если его раскачать то она легко пролетит от полюса до полюса сражая особой рпцшной благодатью всех кто окажется у него на пути и спасение от него никакого нет и все эти жалкие паяцы из константинополя и иерусалима превратятся в кучки без благодатного пепла архиереи вероятно будут рыдать от умиления но к этой пикантной теме про раскол попов мы еще вернемся позже да по поводу а вы друг друга можете перебивать по поводу этой темы вы говорите по поводу кураторов вопрос из кремля давайте мы чуть позже я обещал они они в сторону отошли куратор нет нет не совсем нет нет дымарский не соглашусь и более того могу мотивировать и обосновать я только хотел сказать про керчь поскольку ну совсем ничего про нее сказать нельзя да и сейчас предчувствую что любители публично поскорбеть они чистят перышки и ждут своего часа потому что весь возможность поскорбить это прежде всего возможность медийного хайпа готовятся они выйти готовятся банальнейшие речи такие клишированные банальные реакции для хайпа и куча куча вода да конечно нудного официоз я не о том ой я о том как им всем этим скорбением и завыванием удается маскировать свою абсолютную беспомощность и это удастся в очередной раз ведь проблему можно утопить в чем угодно в том числе и в скобе и скорбь годится тоже для утопления проблемы потому что сейчас они будут скорбеть решать им эту проблему некогда потому что они скорбят а потом они как бандерлоги на играются в эту игрушку бросит ее и забудут и через неделю уже помина об этом не будет и простите вы считаете что эту проблему можно решить проблему я не знаю можно продажи оружия нет нет я не знаю я не берусь ее решать я только могу предречь что ее опять утопят и вероятно за то что ее утопят получат определенные гранты получат определенные преференции те кто будут скорбить сильнее но мы знаем да за что теперь мы точно знаем за что в россии дают ордена под как выясняется дают совершенно справедливо с такой жесткой обоснованной привязкой к именам тех в честь кого ордена были названы ну вот александра невского дают заразовое получение стулом по морде как выясняется и в общем совершенно правильно потому что и александр ярославич действительно постоянно мотался в эту несчастную орду где его ритуально охаживали по физиономии прежде чем продлить его полномочия по сбору дани с орды для научиваться вас устраивает в этой концепции в концепции ты имеешь ввиду скулы или александра александра нецкого да александр который ярлыки получала да да на княжение там без лицензии нельзя было грабить русские города дивзоров же говорит что он историю не любит что история не существует а сам изучает понимаешь правильно изучает надо отдать набор забавных прибавуток отгодится я не сочиняю кстати говоря по поводу александра невского нет мы знаем что нравы в орде были очень жестокие и от тех русских гуляйтеров которые хотели представлять ее интересы на русской территории требовалось умение быть униженным но заслуга если орден александра невского это сильный удар стулом по морде то заслуги предотечеством это удался удар стулом такой вот скользящий и припомним что орден за заслуга есть даже у милонова по моему он его получил за борьбу с топотом котов внеся вот этот любопытный законопроект я как-то не уследила может быть нет это был но это было да лучше бы он его получил за удар стула по по нему так виталий научить без экстремизма вот давайте без экстремизма действительно я говорю про то что побитые футболисты московские чиновники пак и не пак да там 2 не получили такие утешительные ордена и кремль заметьте он дико коварен да вот что вы хотите это настоящая византийская школа вот так а шельму дадут какой-нибудь орден да а потом отмывается доказывать у нас самое правильное что это да что это была ошибка и происки не удивлюсь вообще честно говоря если игру тоже учредит как-нибудь медаль за взятие солсбери и именно эклизмы в форме такого знаменитого шпиля солсберийского да потому что там в принципе двадцать трехметровых и литровые или литровый добрые вы вы все смотрите пропустили что на этой неделе торжественно отмечался один важный день какой день поразительной откровенности назывался это день без бюстгальтеров я думаю что я хочу нет нет все это вообще не про россии день психического здоровья сегодня день борьбы к счету этим нет я говорю про день без бюстгальтеров вы думаете что я собрался пообсуждать известную фотографию голого гундяева на яхте то ничего подобного у меня гораздо более серьезные планы как вы помните этот замечательный праздник основала клеопатра которая долго показывала прислуги грудь а потом поднесла к этой груди кобру и позволила себя ужалить она выбрала такой идиотский абсолютно способ самоубийства потому что укус египетской кобры это на самом деле не кобра конечно не какая-то асписовая гадюка и водится на вдоль тенила у нее чудовищные последствия имеет укус взрыв так гигантский отек и адские боли отек и эти боли именно от растяжения кожи может быть это был конечно первый опыт по увеличению груди но бы явно честно говоря неудачный потому что вообще никакой ни о какой мгновенной смерти мечтать не приходится там надо было бы после укуса подобного рода змейки мучиться наверное где-то часов 18 12 как минимум там масса всяких пикантных событий происходят в частности разрушают синаптической связи между нейронами и перестают действовать внутренние органы это вообще все такая очень тяжелая агония а в живописи красиво выглядит да совершенно верно открывшись в честь летов не был бюстгальтер вообще честно говорят всего можно было бы избежать ну вот вернемся не друстгальтером вот это полная откровенность день без бюстгальтеров знаете что совпало с ним без бюстгальтеров без бюстгальтеров предельной откровенность собрался совет безопасности, то, что называется без бюстгальтеров, и сбросил маски. Я имею в виду Совет Безопасности, Совет Без Россия. Да. И вот иногда сброшенная маска открывает тот факт, что она была надета совсем не на лицо. И вот такая вот была приятная неожиданность. И тогда, наконец, стало понятно, что православие это в чистом виде нормальное изобретение КГБ и ЧК. Это жесточайшее условие идеологии, потому что украинским событием независимости украинской церкви и раскулу православия было посвящено, именно этому было посвящено заседание Совета Безопасности. Вот курочка Совбеза плакала над своим любимым яичком, из которого злой Варфоломей сделал таки омлетик себе. И уже совершенно откровенно чего... Нет, я не клевещу. Почему? Именно омлетик. Никакой бекон. Вы говорите, нас отовсюду выгнали, всех обижали. На самом деле, по-моему, РПЦ никуда еще выгонять никто не собирался. Она сама выгналась. Она сама выгналась, но сделала это виртуозно и выгналась окончательно. И вот Совбез откровенно абсолютно впервые показал, что РПЦ это его детище. Его такое действительно... Причем самое интересное, что никаких попов на это заседание, церковное заседание силовиков не допустили. Ну, вероятно, для того, чтобы они не клянчили по своей привычке недвижимость, они как только видят любых начальников, они начинают выклянчивать здание, сооружение и деньги, и не совали бы свои потные лапы для поцелуев под нос. Вот понятно было, что обсуждался вопрос государственной важности. Мы помним, к чему приводят такого рода инициатива, потому что в 914 году взялись защищать православных в одной какой-то стране. Кончилось все очень здорово, я должен сказать, да, потому что это был позитивный опыт, все было очень конструктивно. Удалось уменьшить население империи на несколько миллионов солдатских жизней, а потом организовать бунты в войсках, разграбление складов, красные банты и всеобщее восстание. И 17-й год, да. Исходя из этого опыта, сейчас приняли решение не вмешиваться. Нет, ну как они не вмешиваются, если они, нет, во-первых, они не умеют не вмешиваться. Хотя, по идее, вот кому какое дело, что индивидуальный предприниматель Гундяев и Прихребатель, да, потерял большую часть доходов. Вот кто, вроде бы, почему Совет Безопасности должен по этому поводу собираться. Вообще, история России, друг мой, Дымарский, она напоминает деревню. Из того анекдота, где сто лет ходили по одним и тем же бабам, пока не додумались баб переименовать. И снова по ним же пошли. Страшно узы, круг бабы страшно близки они к народу. Вот в этом основная проблема. И здесь то же самое. Все те же самые ситуации, просто немножечко они по-другому именуются. Вот, кстати, хотел я еще сказать об укусах змей, о кобрах и о гремучих змеях. Вот у моих родственников, у Каманчи, в тот момент, когда человека кусает такая змея, там, правда, нету кобр, там есть гремучие змеи, которые не менее разрушительные наносят укусы, вот с того момента, как человека укусили, он уже считается мертвым. Не важно, что еще ему, наверное, дня два организировать, но там тоже это нервно-прилитического действия яды, которые отключают один за другим внутренние органы и от человека просто выносят из стипи, кладут рядом стипи, и он наблюдает, как разносят его имущество, разбирают его лошадей, трахают его жен, но он при этом может еще шевелить глазами, но он уже считается мертвым, с ним никто не считается, и на него никто не обязан обращать внимание. Это вы на кого сейчас намекаете? Я намекаю на РПЦ, потому что она сейчас может сколько угодно вращать глазами, но она бессильно что-то предпринять, потому что исцеления из этой ситуации для нее не существует, разве через какой-то вот путь такого уже глобального, серьезного, недопустимого для нее унижения. Слушайте, а как будет организовано импортозамещение вот для наших людей, которые ездили на Афон? Некоторые прямо сейчас вот поехали. Да, в Петербурге здесь довольно большое афонское братство. Во-первых, мы помним, что они без всяких проблем, я имею в виду Кремль, построили рейхстаг из фанеры, благополучно его взяли. Ничто не мешает насыпать Афонскую гору где-нибудь в Подмосковье и совершать на нее паломничество. У нас же есть Крым, Александр Глебович. Есть Крым, но вообще вот эта Варфоломеевская ночь для русских попов обещает быть долгой и беспросветно черной. Потому что, ведь, как было уже справедливо замечено, это только начало. Дальше произойдет отпадение всех остальных церквей, начиная с белорусской. Обратите внимание на батьку Лукашенко, Он сказал, что никакого раскола не допустил. Правильно, правильно. Он действительно мудро и хитро сказал, что он никакого раскола не допустит. Потому что идти на раскол с мировым православием он точно никогда не решится. А раскольниками-то как раз выступают РПЦшники. Поэтому его, эта мудрая и скользкая реплика просто очень неверно истолкована слушателям и прессой. Потому что если та забавная грамма 1686 года отменяется, это напрямую касается и всех белорусских епархий, которые на тот момент входили в Речь Посполитую и в Киевскую метрополию. То есть все остальные церкви, включая Молдавскую, тоже уйдут. А Лукашенко, он действительно необыкновенно хитер, этот старый лис. А РПЦ останутся только вот обноски со всего мира, разные фреки, юродивые, маргиналы, которые будут здесь украшать и без того абсолютно дикую картину и, вероятно, тоже принимать участие в образовательном процессе. Я вас попросил, Оль, посмотреть. Меня просто часто задают вопрос о том, имеет ли смысл детей отдавать в православную гимназию и, может быть, даже для каких-то неверующих родителей от этой православной гимназии будет какой-то толк там, все построже, все иначе. Вот совсем недавно случилось очередное избиение в православной гимназии, поводом, для которого послужили порно-картинки. Мне кажется, вы усугубляете. Девочки поссорились, потому что хотели обнародовать фотографию, где одна из них, 13-летняя подружка, пьет алкоголь. Это еще не порно. Нет, Оль, там все гораздо интереснее, картинки там значительно более пикантные, чем просто распитие алкоголя. Распитие алкоголя в голом виде в православной гимназии, это, в принципе, норма. То есть, те родители несчастные, которые думают, что они сейчас воспитают кого-то более нравственного, крепкого и способного противостоять различным современным искушениям, они сильно ошибаются. Александр Глебович, можно вопрос? Во-первых, почему родители вас спрашивают о православных гимназиях? Ой, слушай, мне задают самые неожиданные вопросы. Кого еще? И кто еще, как не я, этот вопрос знает в совершенстве? Тогда скажите мне, что лучше, православная гимназия или так называемые там, суворовские и прочие классы? Вы знаете, сейчас в школах бывают такие военизированные, кадетские. Что больше, как бы сказать, укрепляет дух? Ну, вообще-то, если мы вспомним Ивана Петровича Павлова, когда его спрашивали, является ли он верующим или нет, он смеялся, говорит, слушай, я же семинарист, то есть я не верующий еще с семинарской скамьи. Если вопрос воспитания настоящих атеистов, то, конечно, в принципе, можно рискнуть и отдать в православную гимназию, он там возненавидит это все на всю оставшуюся жизнь, и ему уже не надо будет никаких специальных невзоровских сред. А по поводу Киева, я еще хочу сказать, все вот ожидают там захвата лавр, раздела собственности, имущества, там все будет очень хитренько, очень подлинненько и очень скучненько, потому что, в отличие от РПЦ, все эти лавры и все эти артефактные залежи, которыми владеют попы на Украине, это все государственное. Это все просто будет не продлен срок аренды, а в какой-то момент, вероятно, хитрые украинцы еще решат, что им надо внести коррективы в закон о свободе совести, и поэтому, извините, все религиозные организации должны будут пройти перерегистрацию. А здесь уже, да, своя рука владыка, понятно, что кто-то эту перерегистрацию пройдет, а кто-то, скорее всего, нет, и пройдет в последнюю очередь, когда уже все красивые названия будут заняты, и останется только, предположим, какое-нибудь неприятное название, там, например, оккупационная церковь, да, которая, которая предложит московской патриархии или тому, что от нее останется. Алисак Лепч, здесь как раз предложили Путину свою церковь организовать на, по примеру, англиканской, да, будет путеканская, там, скажем, церковь. Тоже неплохо, тоже неплохо, но за развитием этих событий мы посмотрим, они серьезные, мы столько о них говорили на Эхе Москвы раз, что, в принципе, можем себе позволить сегодня так коснуться только краешком крыла. У нас есть вот воспаленная сегодняшняя тема, мы в прошлый раз бодались очаровательной Журавлевой по поводу блокады и необходимости ее помнить или, наконец, забыть. И вот тут-то как раз и грянул гром, как вот, как в воду глядели, потому что на этих днях разразился страшный скандал по поводу того, что какой-то однофамилиец Антоши Красовского. Алексей Красовский его зовут. Да, другой Красовский. Другой Красовский то ли снимает, то ли начал, то ли закончил снимать, почти снял уже, да. Почти снял комедийный фильм о блокаде. В связи с этим младший Боярский таким противным тоненьким голоском из 1937 года потребовал, чтобы все ведомства немедленно проверили бы на экстремизм и вообще на соответствие правам. И вообще заварилась невероятная сказочная такая вот мощнейшая каша. Слушайте, если без комедии, то я вам хочу передать вам мнение одного человека, которого я очень уважаю. Я понимаю, что вы историю не признаете, но он совершенно замечательный историк петербургский. Он знаете, что сказал? Он говорит, что вы должны понимать, что для этого города блокада это как-то для евреев холокост, а для армян геноцид 15-го года. Холокост, кстати, есть комедии. Во-первых, есть комедии. Не надо, не надо, вот он говорит, не потому, что он там за или против, он нормальный человек, он говорит, но здесь народ вот с таким мироощущением. ничего подобного, ничего подобного. Это мироощущение нагнетается, возгоняется и воспитывается. Если нагнетать и возгонять другое мироощущение и воспитывать другое мироощущение, этого не будет. Это, кстати говоря, сейчас попытались, вот прилетела первая ласточка. Понятно, что это все равно произойдет. Вот в прошлый раз мы поцапались с Журавлевой, и я подумал, как хорошо, что наша Оля не заведует отделением гнойной хирургии или тяжелой травматологии. Потому что Оля считает, что раны и травмы лечить не надо. Я считаю, что раны и травмы лечить надо. И если мы имеем гнаиточиво... Может быть, по-разному их лечат просто? Их всегда лечат примерно одинаково. Если мы имеем гнаиточиво, тяжелую рану, которая превращает носителя этой раны в существо заделывания, задорганное, истеричное, потому что мы знаем, как действует боль. Мы знаем, что боль, увы, приводит к массированным психозам, к идиотии. Боль искажает поведение существенно. Если вот есть, это вот есть блокада, которая является болью. Совершенно верно. Но если это рано, то, может быть, было бы вполне разумно начать ее лечить для того, чтобы от этой боли избавиться. В том числе, вы знаете, я могу сказать и комедиями, потому что комедия, конечно, не исцеляет раны памяти, но комедия отчасти снимает воспаление. Она десакрализирует разного рода события, и если над событиями можно начать иронизировать или смеяться, они становятся не такими страшными. Откуда взялись все эти карнавалы зомби? Откуда взялись все эти фокусы по поводу смерти? Именно на основании огромного страха смерти, который человек всегда испытывал к ней. И вот он нашел противоядие для того, чтобы не так, не в таком рабстве у этих чувств находиться, для того, чтобы разговоры о смерти не были бы воспаленной раной, которых страшно коснуться. Он придумал эти зомбические карнавалы, он придумал другие ритуалы, которые облегчают, делают смешным, иронизируют. И здесь, вероятно, здесь, ну, поймите, я не вправе ничего никому рекомендовать. Русские, в конце концов, сами должны решать, хотят ли они постоянно корчиться от какой-то боли или они хотят эти раны вылечить. Это дело добровольное. Но только если все думают, что Пискаревское кладбище будет существовать вечно, это тоже огромная ошибка. Пройдет какое-то время и на его месте тоже встанут супермаркеты и жилые корпуса, потому что время неплохой лекарь, но делает очень долго это все. Александр Невзоров, Виталий Дымарский и Ольга Журавлева встретятся с вами после небольшого перерыва. 21 час 30 минут. В столице краткие новости на эхе в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. 12 из 53 пострадавших остаются в тяжелом состоянии после трагедии в Керченском политехническом колледже. Об этом в эфире российского телевидения сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он пообещал, что родственникам пострадавших будет предоставлена полная информация о том, где и в каком состоянии находятся их близкие. Родственники, с которыми Аксенов общался в ходе прямого эфира, жаловались на отсутствие каких-либо данных. Также Аксенов пообещал, что с завтрашнего дня около каждой школы в Керчи будут дежурить сотрудники Росгвардии. Ранее сообщалось, что 10 человек, находящихся в реанимации, пока не удается опознать, все они в тяжелом состоянии. Мария Матузная, которую обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за репостов, уехала из России. В своем твиттере она написала, что сейчас находится в Киеве, а также, цитирую, всем спасибо, России прощай. Напомню, уголовное дело против Матузной суд вернул в прокуратуру. Сама она ранее заявляла, что правоохранительные органы заинтересовались ею, потому что она была волонтером штаба Навального и ходила на протестные митинги. В столице Ингушетии протестная акция приостановлена до 31 октября. Об этом объявил один из членов оргкомитета во время выступления на митинге, сообщает коммерсант. По словам выступавшего, акция против соглашения о границе между Ингушетией и Чечнёй возобновится 31 октября и продлится до 2 ноября. Разрешение от правительства республики получено. Кроме того, 31 октября пройдет Всемирный конгресс ингушского народа. Сформирована общественная комиссия по определению границ Ингушетии. В комиссию вошли юристы, историки, картографы и другие специалисты. Центр избирком прекратил подготовку к референдуму о пенсионной реформе. Об этом сообщает Интерфакс. Инициативные группы, предложившие вопросы для голосования, вовремя не подали в ЦИК ходатайство, оформленное должным образом. Последний срок истёк 15 октября. Напомню, вопросы на референдум предлагали КПРФ, «Справедливая Россия», а также инициативные группы из Подмосковья и Нижегородской области. Для подготовки референдума инициаторы должны были получить поддержку населения в 43 регионах страны. Администрация Екатеринбурга закупает летнюю уборочную технику в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, который закончился три месяца назад. Об этом сообщает местное интернет-издание «УРА.РУ». Накануне на сайте госзакупок были размещены три электронных аукциона на сумму 5,5 миллиардов рублей. При службе администрации Екатеринбурга изданию пояснили, что конкурс объявляли еще до проведения чемпионата, но его признали несостоявшимся, а техника нужна городу в любом случае. Этой ночью в Москве от 5 до 7 градусов тепла, завтра днем 16-18, без осадков, утром местами сильный туман. Оксана Пашина, служба информации, «Эхо Москвы». Это могло бы быть для какого-то небольшого кружка любителей словесности, но предлагать его в качестве эталона национального мышления… Вы знаете, что эталон национального мышления стал не при жизни и даже не сразу после смерти. Поэтам и поэмам надо давать умирать своей смертью, а не тащить их через поколение насильственно и в приказанном порядке. Он был прелестен для своего времени как забава, как поэт, но пытаться мыслить. Классикам и нашим всем из него сделали уже позднее. А так произошло со всеми. абсолютно. Поэтому у меня такое, я бы сказал, дружелюбное отношение, но… Я себе у меня очень критическое. Я здорово не посетил город Суриц. Ой, это в Альзасе, где Тантец был мэром после возвращения в Россию. У меня знаете, как пушкиноведы вообще… Так, товарищи в Ютубе, заберитесь. Нет, мы не старили. И вы тут выступили как раз надым оскорбителем чувств. Нет еще. Вот, Роберто Бенини. Жизнь прекрасна. Хотя он уехал с вечерого в другой вечерой системе. Да и морские секси. Класс. Обязательно передадим Виталию Наумовичу. Давайте смеяться над Журавлевой. Я не против абсолютно. Если вам от этого легче, то почему же нет? Не слышно журавлевы. В зале? Ага. Мы ее слышим. Ага. все, Ага. Немного. Да, хобот. Ага. Мах. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДНР были снабжены искусственным интеллектом каким-то потому что они были снабжены интеллектом вы считаете нет подожди мы сейчас это все разберем вот обычным штатным образчиком человека хищение такого масштаба совершенно не посильнее я даже сделал выписочки вот плановая мощность обычного российского чиновника высокого уровня составляет около 150 200 миллионов рублей в год тут мы берем совокупно и возможные взятки плюс расхищение госсредств откатики выгрызы из бюджета торговли должностями это не превышает 150 200 миллионов рублей в год и в принципе эта цифра позволяет не вступать во первых в конфликт с законом она никак не отражается на репутации чиновника и вообще не имеет правовых последствий она это хорошая цифра она хороша тем что она вообще соответствует стандартным способностям чиновника она оставляет ему возможность нормального отдыха разумных трат на ворованных денег он может заниматься собственным хобби своей семьей конечно вот может может мощность чиновника быть повышена еще на 20-30 процентов когда он будет воровать еще больше но это обессиливает выматывает лишает человека сна и возможности заниматься даже личной гигиеной будет смеяться поэтому то что произошло то что произошло в донбассе вообще совершенно удивительно это ну это что-то это какое-то невероятное явление дело в том что там была проведена административная проверка тех средств которые россия преимущественно потому что трудно заподозрить украину в такой щедрости отпускала на развитие республик за очень небольшой промежуток времени небольшой группой лиц было украдено порядка двадцати четырех миллиардов рублей в основном это вот те самые кремлевские средства но это все таки на двоих на двоих но это да ну по 12 миллиардов но как украдено оля вы вдумайтесь слушайтесь виртуозно до копеечки причем дело же не ограничивалось только деньгами а московские ревизоры накопали много интересного там неимоверная красота вот помимо этих двадцати четырех миллиардов зафиксирована пропажа порядка пятидесяти составов с углем причем вместе с вагонами но это ж действительно великолепная цена вагонами воровали еще при советской власти александр глибович с почему вы так удивлены вы меня не расслышали с вагонами конечно вещь хорошая новое слово в коррупции потом администрации донецкой области у самой себя было украдено стада крупного рогатого скота в 11 тысяч голов которого никто никогда на территории донецкой области не видел советники главы имели зарплаты от 500 до 800 тысяч рублей а списки отжатых ему всяких бизнесов оказывается идут не на десятки как я предполагал по своей наивности а на сотни причем самое интересное что вот эти чудеса расхищения вот эти вот совершенно волшебные магические кражи они совершались еще и в состоянии алкогольного опьянения то есть они делались легко виртуозно это действительно новая порода людей плюс оля я вас просил это найти тоже они ухитрились сидя в такой вот жестокой осаде и защищая русский мир от грохать себе виллы и в италии и в испании по две штуки это вопрос только к итальянскому и испанскому законодательству да нет это вопрос никто это вопрос к министру образования ольга я думаю что здесь надо переадресоваться почему в российских экономических вузах я ставлю вопрос ребром и можно сказать что это официальное заявление и в академиях госслужбы до сих пор не введена штатная дисциплина под названием коррупция вот до каких пор это все будет продолжаться этот опыт должен во-первых передаваться потому что тех молодых чиновников которые только начинают служить отечеству им необходимы структурированные знания в этой области они спасли бы их от массы неверных шагов от неловкости от глупых ошибок потому что когда приходит молодой чиновник не прошедший курсы коррупции и начинает воровать из-за его всяких неумелых неуклюжих краж руководящий состав утрачивает а кого вы поставили бы преподавателем ну вы знаете у нас годится у нас годятся все у нас вот вот грубо говоря тут ну тогда какой смс вот греф считает что математические школы пережиток прошлого а вы еще хотите чтобы они они считали в мучительно боится что люди научатся считать это единственное чего боится руководство этого государства все остальное в том числе и пацаны навального и расколы на украине им не так страшно как если кто-нибудь когда нибудь сядет с калькулятором и займется под подробным разбором их действий кур арифметику запретят наверное да да я вот них они хотел бы бросать тему сверх людей хотел бы коснуться темы космонавтов принято считать космонавтов некими такими сверх людьми которые очень высоко ценятся в обществе их цитируют их всегда герои давали за полет на их приглашают на корпоративы ими украшают все это те поколения торжественные заседания не совсем они этот грубо говоря хвост вот это вот свечение героизма она дотянулась и до наших дней понятно что космонавты создаваясь как культ в советское время потому что необходимы были вот эти герои покорители космоса необходим был целый пантеон и на мнение космонавтов очень часто ссылаются причем никто не удосуживается вспомнить что единственная обязанность космонавта советского времени это в полу связанном таком запакованном виде быть погруженным в летательный аппарат и уметь нажимать примерно 26 кнопок они этому учатся в течение пяти-шести лет и в общем этой премудростью овладевают и никакой вы завидуете александр глебович вы хотели в детстве стать космонавтом я уверен никогда не хотел бы хотели полететь научным исследователем там поймите значит что такое космонавт не только космонавт настолько связан условиями той среды что за него все решает земля у авиатора у летчика гражданской авиации у боевого пилота истребителя есть необходимость постоянно принимать решение личности личные да там требуется совсем иной уровень космонавт по сути дела он действительно просто продолжение диспетчерских команд и он выполняет требования инженер ну ладно там еще научные исследования велись и были не только собственно пилотирующие ученые и ученые и сейчас тоже летают вполне говорю про то что там были исключения но для этого тоже не требуется никакой особой интеллектуальности конечно есть там тяжелые физические нагрузки но у штангистов они все равно больше или у борцов сумму но никто штангистов или борцов сумму не спрашивает их мнение о политике или религии вот это другой вопрос спрашивать мнение у танцовщиков балета тоже совершенно не обязательно я к чему веду когда когда еще очень любили избирать депутатами кстати да совершенно верно выяснилось что примеру космонавт тишкова где-то надыбала миллион непонятно кстати где ну не так и много и тут же отдала его каким-то попам это произвело пожертвовала конкретной церкви да 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 а почему это произвело впечатление ну потому что кагарин летал бога не видал да потому что это дает особый статус который я сейчас попытался в очередной раз как я все ломаю разломать и мы понимаем что вообще уровень интеллектуального развития космонавтов он как бы чаще всего ниже такого нижнего предела и поэтому ориентироваться на их мнение это смешно и дурно хотя ведь вы помните что в примитивном таком сознании полеты космонавтов считались самым эффективным опровержением существования бог это было глупей что это еще более детская хрущев даже спрашивал что-то бога видел не но это если мы опустимся до уровня хрущева кстати говоря вот еще про космос и вероятно из самых лучших побуждений и самых лучших побуждений известная организация арк собралась создать на луне хранилище в котором будут размещены все сведения о днк человека и декларируется что необходимо цитирую зафиксировать на чрезвычайно стабильных носителях всю генную информацию поместить их в капсулы времени которые будут отправлены за пределы земли на случай некой глобальной катастрофы как я понимаю потом восстановить все разместить законсервированные обращики днк делать этого нельзя ни в коем случае это конечно величайшая глупость причем с какого бы конца мы не взглянули глупость невероятная а клонирование возможно человечество подождите не перескакивайте дымаски не перескакивайте не перескакивайте я говорю совершенно про другое что если у нас остаются какие-то надежды на какие-то контакты с иными формами жизни а исключать мы этого не вправе это пока фантастика но тем не менее на данный момент вся эта фантастика является пока единственной надеждой на реальный прогресс науки потому что все сегодняшние тупики уже обозначены и только возможно будущее которое принесет контакты с другими существами способна будет эту земную науку а протолкнуть вперед и не питать вот если мы хотим с кем-то вступать контакты то конечно правду о человеке надо скрывать самым тщательным образом потому что в днкшном материале в материале о геноме содержится столько правды о человеке что и она без труда читается она читается как газета любыми высокоразвитыми существами геном конечно это очень приблизительное очертание но тем не менее этого будет достаточно чтобы никто и никогда не стал бы с этими агрессивными вороватыми и похотливыми тварями иметь дел всем станет понятно что от этой планеты если вот кто-то получит в руки иная форма жизни получит генетический материал землян нас будут обходить за световые годы кто угодно так может уже обходят конечно может быть они еще не знают о нас все правды конечно все эти они же высокоразвитые видят надо было нет ничего насквозь никто ничего не видит надо было бы конечно все эти капсулы времени набить какой-нибудь красивой пафосной ложью там типа гета или пушкина и тогда может быть нам удалось бы заморочить головы этих бедных людей этих бедных существ или головные сегменты их туловище один вопрос меня очень волнует а скажите а вы тоже считаете что если есть еще какие-то обитатели в я не знаю то они обязательно лучше в смысле вы более высоко развита чем человечество не знаю мы не имеем права исключать никакого абсолютно это было бы предельно ненаучно к тому же мы знаем что существует известный продукт с которой в прямую и настойчиво трактует что это где-то должно быть по крайней мере понятно что вот это все наше эволюционное наследие которое запечатлено в нашем геноме показывать никому нельзя потому что одна вот маленькая пробирочка со слюной до или кусочек слизистый он конечно полностью опровергает всю ту ложь которую человек создала себе с помощью культуры культура это ложь человеке а наука это правда и вот правду о человеке конечно безусловно рассказывать никому не стоит потому что разумное существо получив наш геном немедленно прочтет всю неизбежность устройства свенцимов костры инквизиции законы о защите чувств верующих голодоморы лагеря риги и так далее так далее поэтому и тут выяснится что вся эта там в общем вам было бы неловко и фаустов до предельно неловко это в общем все конечно действительно абсолютно эту в та и желание всякого контакта сразу без сомнения а будет умерщвлено но в среднем человечество все-таки более высокого о себе мнения чем вы но правильно она придумала к культуру она придумала совершенно нарциссический культ самого себя и вот кстати говоря по поводу творения да по поводу человека вот тут последнее время общественность что-то сильно всполошилась из-за несколько и за нескольких людоедских скандалов мы знаем про то что не до недавно состоялся большой скандал в ленинградской области где юная девочка из сочи по моему вместе со своим молодым человеком долго и неряшливо пожирали какого-то своего спутника и готовили его внутренние органы и почему так страстно и так болезненно реагирует на эти вещи общественность вот я абсолютно не понимаю я кстати не понимаю почему с осуждением а вы-то не видите людей александр глядович нет я не ем людей а у меня нет такой необходимости мы же слышим из каждого ящика в том числе телевизионного до вопли о необходимости возвращение к корням к опыту и к духовному состоянию предков а это уж такие корни вот прямо самые что ни на есть корни вот это как раз та самая чистая человечность и мы говорим даже не о каком там плейстоцене когда каннибализм был абсолютной нормой совсем недавно открыли а в новосибирской области усть-тарасский могильник очень интересные в этом усть-тарасском могильнике это позднего времени от разумеется никакой не плейстоцента уже практически наши дни выяснилось что не просто следы каннибализма на территории сибири во всех красках но и специальные рецепты приготовления человечины которые солили и коптили и заготавливали но когда стали вскапывать историю новосибирского и сибирского людоедства выяснилось что традиция в общем дожила и до 18 19 век помилуйте это корни и действительно при стремлении давайте не будем тогда преподать корням а кстати да я не преподал никогда кстати говоря оль давай тоже не будем забывать договорим уже о каннибализме и не случайно кстати говоря христианство в качестве основного принципиального важнейшего своего ритуала обряда и таинства имеет чисто каннибальский обряд когда люди с песнями идут есть мясо и пить кровь убитого две тысячи лет назад раввина мужчины это каннибальский обряд который трансформировался в христианстве не случайно там при этом поются песенки тело христова примите и сам он тоже как бы основатель этого культа выступал с громогласным призывом еды мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает и я в нем тут кто ест мое мясо и пьет мою кровь пребывает во мне это это я к тому до какой степени глубока была борозда каннибализма в котором долгое время жило человечество что это стало в общем обязательной составной частью практически всех культов оля подожди вот про каннибализм буквально две минуты остаются оля меня чуть не сожрали меня чуть не совсем недавно причем в качестве каннибала попытался выступить малахов а что вас какой черт вас простите понес на телевидении меня не понес черт на телевидении я это все делал по скайпу они вдруг решили что лучшего собеседника чем я по поводу фильма маленькая вера просто не существует и я увидел на экране студию они избрали меня своим собеседником там суетился милейший андрюш малахов который немножко вздрогнул от моих слов про то что как было прекрасно когда советское ханшество первый раз получила по морде а затем он это все по вырезали к чертовой матери потом он задал мне вопрос вот если сегодня снимать фильм маленькая вера кто должен был бы быть главным героем я говорю что конечно сегодня главным героем фильма маленькая вера должна было бы стать православие и гунде и потому что да надо посмотреть на ю тубе у меня на канале там слышно и видна их реакция студия молчала примерно минуту потом они начали как-то выкручиваться втягивая меня в очень опасный для них разговор они потели откашливали молчать вырезали все конечно к чертовой матери но это в общем было забавно и показывало до какой степени один свободный человек может опрокинуть ну любое количество пропагандонов любое количество этих вот артистов которые собрались поговорить за любимой кино с другой стороны вырезать этого человека из их прекрасного произведения ничего не стоит вырезать то вырезали но youtube-то остался это будет последний последний тост сегодняшней передачи последнее будет тоже нет нет последний что что невзорова не будет через неделю до меня не будет на следующую среду я лекционирую за пределами российской федерации меня не будем мы будем скорбить мы будем скорбить александр нензоров виталий дымарский ольга журавлёва с вами прощаются всем огромное спасибо всего доброго не за рог айтись открываем